Для вывязывания такого рисунка требуется два цвета пряжи и две линейки. Обычная и отборная 2х2. Зубьями 2 через 2. 2 через 2. Берем линейку, выдвигаем в переднее нерабочее положение иголки. 2 в переднем, 2 работают, 2 в переднем, 2 работают. И основным цветом провязываем 4 ряда. Если ваша машина не может прорезать 4 накида, пожалуйста, вяжите 2, 2, 3, сколько она может. 1, 2, 3, 4. Я введу 4 ряда для того, чтобы выйти к отделочной нити. Все иглы ставим в рабочем положении, провязываем 2 ряда отделкой. Эти же самые иголки. Переднее нерабочее положение. Опять основным цветом. 4 ряда. Все в рабочем положении и отделкой. 3 раза мы выставляем в переднее рабочее положение одни и те же иголки. 3 фазы таких делаем. После этого меняем иглы и ставим следующую пару. То есть следующую. Была первая, 2 иголочки, будут третья, четвертая. Первая, вторая. 3 раза провязали вот такой вот рисунок. Поставили в нерабочее положение. И следующую пару. Третья, четвертая. И таким образом мы получаем с вами вот такой вот интересный рисунок. Если я не буду сдвигать, не менять пару, у меня все время рисунок пойдет, вот эти шишечки будут в одном месте. Так они у меня меняются местами. По рапорту. Плотность рекомендую делать посвободнее, потому что большое количество накидов, такие плотные фанги получаются. Очень жестковатое вязание. Потом плотность посвободнее. И вяжем.